Жилищные проблемы – вечная тема, которая не теряет своей актуальности. Еще одна история, которая стала страшной реальностью для некоторых лесозаводчан. Многие годы жильцы дома 9А по улице Заводская пытаются достучаться до тех, кто способен помочь им, но двери закрыты. О том, в каких условиях в 21 веке приходится жить людям, расскажет Екатерина Дементьева. В этом доме живу с 15 лет. Как многодетная семья, так ничего не получила. Дети все выросли. Туалеты прямого падения, которые не чистятся, отсутствие какой-либо воды. Эта деревяшка была построена еще в 1977 году. За 43 года здесь не проводилось ни одного капитального ремонта. Уже написаны десятки писем, озвучены сотни просьб в адрес местных чиновников, проверяющих и контролирующих структур. Ответ всегда один. Нарушение не выявлено, дом пригоден для жизни. Нет, вам не положена тут вода. У вас колодец есть? Есть. Я спросил, а горячую воду вы у нас высчитываете? В системе отопления у вас горячая вода. Я говорю, попробуйте эту воду, сами наберите. Во-первых, у нас кранов нет в комнатах. У нас раньше стояли, когда в общежитете было заводское. У всех можно было в комнатах как бы эти. Ну и то мы эту воду только вот, ну чисто посуду помыть, ее как бы не помыться, не постираться. Она сказала, говорит, сделайте заявочку, мы приедем в каждую комнату, поставим кран. А дальше что? Я вообще не понимаю, вот как с ними воевать. То есть у вас вообще никакой воды нет? Нет. Вот у нас, сказали, колодец стоит на улице, вот пожалуйста, вода. У нас даже бабульки ездят с канистрами на автобусе на Сахалин воду. Берут воду там, потому что эту воду пить невозможно. Она вот утром, если ее набрал, она к вечеру, как будто бензин разлили. Галине Андреяновне выделили комнату в общежитии семь лет назад. Ветерану труда приходится ходить за водой на колонку и платить необоснованно большие счета за коммунальные услуги. Никаких уходов нету, мне 71 год, я воду ношу. Тут не можно пройти, дворник был, дворника нету. Ничего вообще, полы не моются, живем как семинарники. Весной содержимое туалетов поднимается и топит пол в помещении. Единственный выход из положения – уложить на этот период доски, по которой можно добраться до зловонной ямы. Проваливающийся, прогнивший пол управляющая компания отремонтировала, поставив заплату из деревянного счета. А крысы у нас как тут ходят? Люди из остановки идут по дороге, они у нас с общежития до помойки, с помойки до общежития. Они даже людей не боятся. Здесь в буквальном смысле слова хозяйствуют крысы и мыши, а тараканы и клопы уже как домашние животные. К слову, жильцы обращались с этой просьбой в управляющую компанию. Коммунальщики, в свою очередь, перенаправили в санэпидемстанцию, где жителям деревяшки поставили ультиматум. Либо за услуги платит управляющая, либо вы сами. Все запасные выходы заколочены, а пожарные лестницы сгнили. Нельзя не отметить, что управляющая компания косметический ремонт все же сделала. Поменяли в коридоре проводку, заменили плафоны, подкрасили местами стены, сняли почтовые ящики. А вот вернуть их на место, видимо, забыли. Теперь корреспонденцию оставляют в дверных ручках или под доской для объявлений. А вот заявка на замену входной двери, которая не закрывается из-за перекоса, лежит в чьем-то столе уже пять лет. Герои нашего сюжета хотят самых обычных вещей. Жить в человеческих условиях и не бояться каждую минуту за себя и своих близких. Но как этого добиться, если никто не хочет слышать о проблемах, о которых буквально кричат жильцы дома 9А по улице Заводской и будто с издевкой утверждают – нарушений не выявлено. Живите и не жалуйтесь.